И все же, что бы там ни говорили, но главным источником информации и развлечений по-прежнему является он. Ваш телевизор. Сегодня в нем так много каналов, много передач, кино, мультфильмов, людей, тем, встреч, и вы этим управляете. Вот так, одной кнопкой. Люди, утверждающие, что они вообще не смотрят телевизор, все-таки немного лукавят. Дело в том, что они просто не обращают на него внимания. Он работает у них в большинстве случаев в качестве дополнительного осветительного прибора. Но, несмотря на всю его утилитарность, он продолжает формировать наши вкусы, пристрастия и даже мнения. По ту сторону экрана работает множество людей, чью работу оцениваете вы с помощью все той же кнопки. Одно нажатие, и все, что было сделано, исчезнет из вашего поля зрения. И поэтому высшая благодарность для создателя, это когда вы досматриваете программу до конца. На любом телеканале все программы очень условно делятся на две группы. Серьезные официальные и развлекательные. Продюсерский отдел сегодня – это производство качественных и интересных тематических программ и видеороликов, включая оформление эфира и имиджевую айдентику. Это слаженная работа профессионального коллектива. Продюсеров, менеджеров, журналистов, операторов, телеведущих, монтажеров и дизайнеров. Маленькие истории большой степи, заметки гурмана, стиль большого города, другой Оренбург, Моя нация, формула радости, программа кино, социальная реклама, фильмы и ряд других успешных коммерческих проектов – все это результат большой и слаженной работы. Наше первое знакомство с продюсерским отделом телекомпании «Регион» состоялось еще в 2010 году, когда вышла передача «Стиль большого города» с Еленой Смирновой. Мы искали эффектный проект, красивую и грамотную ведущую. Это соответствовало нашим уровням и нашим требованиям. Цели и задачи, которые мы ставили, были достигнуты. Мы благодарим за работу телекомпании «Регион». Как уже говорилось, в создании любой телепередачи участвует множество специалистов. И если работа сделана грамотно и ответственно, то результат теоретически должен понравиться аудитории. Отдельная составляющая каждой программы – это ее ведущие. Стать ведущим собственной программы не просто, а очень просто. Придумываете идею, берете смартфон, снимаете и выкладываете на YouTube. Что же касается телевизионного эфира, здесь несколько другие требования к текстам, к съемке, к грамотности. Так вот, в продюсерском отделе телекомпании «Регион» всегда очень серьезно относились к подготовке людей к съемкам. «Регион» – это было мое второе место, где я пробовала себя в роли ведущей. Я думала, все будет просто. Меня поставят перед камерой, и я все сделаю. Но не тут-то было. До камеры были многочисленные репетиции. Мне приводили примеры, на которые можно было ориентироваться. Интонация, паузы, повороты головы. А эти руки – я не знала, что с ними делать. Меня заставляли учить текст. Всегда. Все наизусть и все безупречно. Благодаря всему этому сегодня мой стиль безупречен. И как ведущей, и как девушке. Я филолог по образованию, и это во многом мне помогает при подготовке к программе кино. Работа с информацией, динамика речи, ее разнообразие, какие-то фразеологические обороты. Я считаю, что это делает общий процесс намного интереснее. Я считаю, что успех программы также во многом зависит и от меня. На региональном телевидении, вы удивитесь, тоже снимают самые различные передачи. Ну, речь, конечно, не идет о супер-шоу с участием супер-звезд и декорациями ценой в несколько десятков миллионов долларов. Но информировать и развлекать по нашему, по местному времени – тоже вещь нужная и интересная. Ведь каждый вечер, день, утро вы становитесь зрителем того, что создало множество людей. И каждый раз вы даете этой работе оценку. Смотреть или не смотреть. Вот именно поэтому телевидение – самая честная штука в мире. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok